ПАУЛЛС ЮРЕВИЧС ТИКШИ НАСАР ХАЙДЕГЕРО УН ВЕНЬЯ ФИЛОЗОФИЮ ВСТРЕЧА С ХАЙДЕГЕРОМ И ЕГО ФИЛОСОФИИ ПРЕДИСЛОВИЕ, ПУБЛИКАЦИЯ И ПЕРЕВОД С ЛАТЫШСКОГО ЭВАЛДА ЛАНДРЫ Читает Евгений Бразлев-Брушковский. ПАУЛЛС ЮРЕВИЧС – ЛАТЫШСКИЙ МЫСЛИТЕЛЬ, УЧЕНЫЙ, ОСТАВИВШИЙ РЯД ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ, НО СОВРЕМЕННОМУ ЧИТАТЕЛЬУ ЭТО ИМЯ ПОЧТИ НИЧЕГО НЕ ГОВОРИТ. ЮРЕВИЧС РОДИЛСЯ В 1891 ГОДУ В РИГЕ. ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ РЕАЛЬНОГО УЧИЛИЩА В 1909 ГОН БЫЛ УЧИТЕЛЕМ. В 1912-м ЮРЕВИЧС ПОСТУПИЛ В ЮРЕВСКИЙ, Т.Е. ТАРТУСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ НА КЛАССИЧЕСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ИСТОРИКО-ФИЛОСОФСКОГО ФАКУЛЬТЕТА, ГДЕ ИЗУЧАЛ ФИЛОСОФИЮ ПОД РУКОВОДСТВОМ ПРОФЕССОРА ЯКОВА ОСИСА. В 1917-м году за работу учения об идеях Платона университет присудил ему золотую медаль. В 1918 году ЮРЕВИЧС ПОСТУПИЛ В МОСКОВСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ, однако слабое здоровье жены заставило его вместе с семьей перебраться на Северный Кавказ, где он снова учительствовал более трех лет. В 1921 году уже в Латвийском университете ЮРЕВИЧС получил ученую степенью кандидата философии. Впоследствии он прожил три года во Франции, где занимался под руководством профессоров Алильского университета. В 1921-м он стал приват-доцентом, степень доктора философии получил в 1930 году за диссертацию, посвященную философским взглядам Бергсона. С 1934 по 1944 год, за исключением времени советской оккупации, являлся профессором Латвийского университета. В 1944 году ЮРЕВИЧС был вынужден эмигрировать в Германию, где с 1945 по 1950 преподавал во Фрейбургском университете. В 1950 году он переехал в Австралию, где преподавал в Лютеранском колледже. Умер Паус ЮРЕВИЧС в 1981 году в Мельбурне в возрасте 90 лет. Фрейбургский период с 1945 по 1950 завершает активную академическую деятельность, и тем не менее ЮРЕВИЧС продолжает писать. В эмиграции выходят сборники, объединяющие ряд значительных статей. Первый сборник вышел в свет еще в 1936 году под названием «Националас Дзвез Проблемос» «Проблема национальной жизни». Здесь дается анализ взаимоотношений наций молодых и наций старых. Автор подвергает критике ряд основных положений марксизма, как экономического детерминизма, особенно в ленинском его понимании. Кроме того, рассматриваются национальные идеологии больших и малых народов. В 1946 году уже в эмиграции выходит следующий сборник «Идеи и действительность». В книге речь идет об общем понимании философии и ее метода. Три статьи посвящены латышской культуре. 1955 год. В этом году выходит книга «Дзве ум ликтенис» – «Рефлексия с паралатвийской экзистенцией» – «Жизнь и судьба размышления об экзистенции латышского». Книга обращена главным образом к латышской эмиграции. Цель автора – помочь преодолеть оторванность от родины, сохранить самость, латышский образ жизни. Это попытка помочь сомневающимся, ищущим прийти к тем выводам, которые являются определяющими в нашей человеческой судьбе. И если над нашей жизнью нависла угроза, то судьба все же во многом в наших собственных руках. В сборнике 1973 года «Предстату пассаула» – «Мир противоположностей» следует отметить статью, посвященную событиям в Латвийском университете летом 1940 года. В октябре 1944 года во Фрейбурге Юревич встретился с немецким философом Мартином Хайдегером. Предлагаемый текст – свидетельство очевидца памятливого и зоркого. Нас интересует здесь не только прославленный портретируемый, но и автор портрета, такой, каков он есть. Впервые статья была напечатана в 1957 году в издании «Даугавасракс ту краюмс». Перевод сделан по сборнику «Предстату пассаула» 1973 год, изданному в эмиграции. Итак, встреча с Хайдегером и его философией. Была осень 1944 года. Я успел уже прожить около двух месяцев во Фрейбурге и подумал, неплохо было бы, пользуясь случаем, посетить Мартина Хайдегера и лично с ним познакомиться. Он по праву считался выдающимся философом. О нем много говорили еще на философском конгрессе в 1937 году в Париже, на котором, правда, не было никого из немцев, в том числе и самого Хайдегера. Возможно, потому, что правительство Германии смотрело на подобные поездки с подозрением. Нужно сказать, что в то время многое в работах Хайдегера оказалось мне труднодоступным. И с пиететом, относясь к их сложности, я надеялся, что встреча с самим автором даст толчок к лучшему их пониманию. Из гостиницы, где я в то время жил, я позвонил по его домашнему номеру, представился, сказал, откуда я и чем занимаюсь, и попросил о встрече. Мне предложили немного обождать, и вскоре сообщили, что ждут меня в половине двенадцатого, как я понял, того же дня. Времени оставалось совсем немного, и я опустился в дорогу. Тут же на главной улице сел на трамвай и поехал в направлении Церингена. Это был уже пригород, притом не близкий. Выйдя из трамвая, какими-то переулками двинулся к Рёдбуквэк. Дорога бела все выше на один из холмов Шварцвальда, обступающих Фрайбург с северо-востока. Кстати, там же, неподалеку, располагался приют для латышских инвалидов — Берзайне. Чем выше я поднимался, тем живописнее был пейзаж. Город лежал передо мной. Выделялся кафедральный собор, законченный постройкой еще в средние века. Широкая панорама Рыинской долины открывалась взгляду. Вдали четко вырисовывался холм Кайзерштулл с его двумя вершинами, остаток древнего вулкана. При подъеме особенно радовала глаз левая сторона улицы, дома которой взобирались все выше по склону. Это были современные, большей частью одноэтажные постройки, рассчитанные, видимо, на одну семью, наподобие тех, что стоят у нас в межепарке. Наконец, я подошел к дому номер 47. То был средних размеров одноэтажный особняк с мансардой. К двери вели ступеньки. Я позвонил. Мне открыла энергичная женщина средних лет в простой, удобной для работы одежде. Я предположил, что передо мной хозяйка дома. Это, впрочем, тут же и подтвердилось. Она относилась к тем идеальным женам немецких профессоров, которые берут на себя все бытовые мелочи жизни, с тем, чтобы муж мог целиком посвятить себя работе. Без ее ведома никто не мог войти в святилище мужа. Одну из последних своих книг «Was heißt denken» 1954 года «Что значит мыслить» Хайдеггер посвятил именно ей. Когда я представился, хозяйка посмотрела на меня с некоторым изумлением, попросила обождать и ушла. Вскоре она вернулась вместе с мужем, бывшим почему-то в рубашке, хотя стояло октябрь и было уже не слишком тепло. Улыбаясь со сдержанной вежливостью, он протянул руку, познакомил меня с хозяйкой дома и произнес «А мы ожидали вас только завтра, к обеду». Оказалось, в ходе телефонного разговора я ослышался и вот явился на день раньше назначенного. Извинившись за недоразумение, я собрался уходить, сказав, что снова приду завтра. Тут сам хозяин остановил меня «Нет-нет, раз уж вы здесь, проходите». И, повернувшись к жене, добавил «Ты нам скажешь, когда будет готов обед». Она ушла, ничего не ответив. Мы прошли в рабочий кабинет Хайдеггера. Оказалось, своим появлением я прервал его работу. Он что-то писал. На письменном столе, стоявшем боком к светлому окну, выходившему во двор, не было ни одной книги. Очень впечатляюще. По-видимому, он придерживался принципа «мы пишем, а не читаем». На столе были только листки бумаги, чистые и исписанные. Вдоль стен стояли книжные стеллажи, но книг на них было не так уж много. Вообще, комната выглядела несколько голой и полупустой, хотя и просторной. Даже удобных сидений в ней не было. Сам Хайдеггер производил впечатление человека альпийского типа, каких часто встречаешь в южной части Шварцвальда. Он и происходил оттуда, из тамошнего крестьянского рода. Роста Хайдеггер был небольшого. Очень широк в плечах, коренаст, лицо крупное, энергичное, несколько смуглое, волосы темные. Все в нем говорило не столько о чувствительности и эмоциональной тонкости, сколько о силе, большой трудоспособности, выносливости и, пожалуй, о не очень-то легком характере. Усадив меня перед письменным столом, он вернулся к своему рабочему месту и, сидя напротив, начал расспрашивать, что происходит у нас на родине, как я оказался здесь, как живу. Когда я завершил свой рассказ, из которого он, должно быть, понял, что я не в восторге от всего того, что делали у нас немцы, он тоже выказал свой цвет. Всем теперь управляют глупцы, люди ограниченные, — говорил он, — и ничего хорошего из всего этого выйти не может. Спросил он и о судьбе евреев, отправленных на восток. Когда я рассказал и об этом, он помрачнел еще больше. И отозвался еще более резко о безобразиях, которые творятся сейчас, ибо власть в руках совершенно спятивших партийных деятелей. Меня поразило, что он со мной, абсолютно чужим человеком, говорил столь открыто. Слова, произнесенные им, определенно могли привести человека в концлагерь, и это по меньшей мере. Случалось, правда, что и другие немецкие профессора заговаривали со мной о том, что происходит на востоке, но они при этом непременно уводили меня в уголок, говорили шепотом, и то и дело со страхом оглядывались по сторонам. Да и то они задавали вопросы, своих же взглядов предпочитали не высказывать. А услышав мои свидетельства, они лишь ужасались и разводили руками. Мне не раз приходилось слышать, что с иностранцами немцы хотя бы изредка говорили на чистоту, но между собой, особенно в профессорском кругу, они все словно воды в рот набрали. Может быть, у Хайдегера слишком много накопилось на душе, и он дал волю негодованию по поводу происходившего тогда в Германии в разговоре с иностранцем, которого мог счесть почитателям своего творчества. Знал он также, что у меня нет никаких связей с немцами и менее всего с людьми партийными. А возможно, он считал себя личностью настолько известной, что власти вряд ли захотят связанного с ним публичного скандала. Подумаешь, просто сболтнул лишнее. Да еще если сведения поступят от совершенно случайного человека. Во всяком случае, в ходе разговора я убеждался все больше, что Хайдегер отнюдь не страдает, пользуясь весьма популярным выражением, комплексом неполноценности. Оно, впрочем, вполне понятно. Особенно это чувствовалось, когда он заговорил о Фрайбургском университете, о превосходстве его над другими подобными учреждениями в Германии тех лет. «Фрайбургский университет ныне самый значительный в Германии» — это он повторил несколько раз, ничем не подтверждая и не объясняя свое суждение. Это звучало как нечто, не подлежащее сомнению. Вопреки всем тяготам, вызванным войной, он производил впечатление человека, довольного жизнью. Видимо, это было проявлением его внутренней силы, витальности. Наконец, речь зашла о философии. Когда он услышал, что многое связывает меня с философией Бергсона, доброжелательность его улыбки стала еще более определенной. Бергсонианство, как оказалось, он рассматривал как весьма близкий ему философский лагерь, и к тому были основания. Бергсон уже до него выдвинул переживание времени как центральный предмет рефлексии в своей философии. Тут Хайдегер был с ним согласен. Однако, если Бергсон оптимистичен и считает время творцом новых, непредвиденных, все более совершенных форм жизни, если время у него духовная сила, стремящаяся и от наивысшего ввысь, то Хайдегер рассматривает время иначе, а именно как несущая смерть, как поток, который захватывает все и уносит в бездну небытия. Точно так же постоянно встречаемый тезис Хайдегера о том, что бульгарное мышление и речь искажают действительность, тоже выдвинут Бергсоном, правда, с иной точки зрения и несколько иным образом. При этом у него это положение разработано, может быть, еще более основательно и аргументировано. Критика практического интеллекта вообще занимает в философии Бергсона значительное место. Характерно, что Хайдегер в своих последних трудах отрицает компетентность логики в объяснении подлинно сущего. Он утверждает, что мышление, цитирую, которое следует лишь законам обычной логики, не в состоянии приблизиться к пониманию сущего, не говоря уже о дальнейшем разрешении и приближении этого вопроса к ответу. Конец цитаты. Поэтому Хайдегер охотно обращается к интерпретации поэзии. Он как бы использует выводы поэзии в философских целях. Тем самым опять в большой мере приближаясь к самым характерным требованиям Бергсоновского метода. Можно было бы выделить еще ряд положений, по которым Бергсона можно считать предшественником Хайдегера, хотя, разумеется, и общий настрой, и методы, и многие даже весьма близкие элементы их поисков не совпадают. Однако ж, признав известную близость к взглядам Бергсона в частной беседе, Хайдегер, насколько мне известно, никогда этого не делал в своих произведениях. Там он эти взгляды подвергает критике, но подобные примеры легко обнаруживаются во взаимоотношениях многих философов. Я заговорил о Сартрия, и Хайдегер еще более оживился. Ведь Сартра можно считать поистине его духовным сыном, а иметь последователя в самом Париже далеко не пустяк. Тем не менее, и от Сартра он был не в восторге. Как раз наоборот, он качал головой, нет, Сартр его не понял. С таким же успехом Керкигор мог бы заметить, что Хайдегер так его и не понял. По мнению Хайдегера, Сартр переместился в психологию, в то время как его подход антологический. Особенно он подчеркнул за тем, что не может согласиться с нигилизмом Сартра, хотя большинство интерпретаторов признают нигилизм характерным для него самого. Беседа наша продолжалась уже более часа. Хайдегер извинился и вышел. Время близилось к обеду, и мне показалось, что он хотел справиться, когда нас позовут. Вернувшись, он, однако, ничего не сказал. Я сказал, очевидно, хозяйку дома вторжение неожиданного гостя застало врасплох, и как не понять ее. Вскоре я стал прощаться. Хайдегер предложил свои услуги в случае, если мне понадобится какая-нибудь книга. Он ее, конечно же, с удовольствием одолжит. Какое-то время спустя книга мне и впрямь понадобилась. Я написал ему, но ответа так и не получил. Может быть, письмо просто не попало ему в руки. Он проводил меня до прихожей и, увидев, что я смотрю на шпагу, висящую на стене, улыбнулся и с теплотой в голосе сказал, что шпага принадлежит не ему, а сыну, приехавшему с фронта. После этой встречи я видел Хайдегера на публичных выступлениях некоторых ученых, гостей Фрайбурга. Тут уже с трудом можно было узнать довольно-таки радушного хозяина дома, каким мне пришлось видеть его. На людях лицо Хайдегера напоминало твердую неподвижную маску. Я так и не понял, что это означало. Самозащита? Нежелание приблизить к себе посторонних? Или же было решено, что так лучше для философии, притязающей на глубину и загадочность? Удалось мне и услышать несколько его лекций в ноябре 1944 года. Аудитория, рассчитанная на 200 человек, была заполнена почти целиком. Надо сказать, на лекциях известных преподавателей литературы слушателей бывало и больше, 400 и более человек. Первые ряды на лекции Хайдегера занимали университетские преподаватели, с почтением слушавшие своего прославленного коллегу. Курс назывался «Основные вопросы метафизики». Запомнилась первая фраза. «Философия думает, что есть теперь». Вся лекция была насыщена такого рода лапидарными выражениями. Преданные ему ученики утверждают, что каждое слово тут имеет глубочайший смысл. Он читал, опираясь руками на кафедру, низко опустив голову над текстом, так что в аудитории, расположенной амфитеатром, почти невозможно было видеть его лицо. Фразы, между которыми он часто выдерживал паузу, произносились довольно странно. Коротко, обрубаемые точно топором. Студенты робко и прилежно записывали каждое слово. Его курс прервал страшный воздушный налет на Фрайбург 27 ноября. В ходе его частично пострадало главное здание университета. Когда почти через год занятия в университете возобновились, Хайдегер был вынужден уже оставить его. Он получил хорошую пенсию и перебрался в свою хижину, поглубже в Шеварсвальдские горы. Теперь он живет там постоянно, если дела не вынуждают его приехать во Фрайбург. Ни французы, ни местные противники национал-социализма не могли простить ему речи, которую он произнес в 1933 году, приступая к обязанностям ректора. По их мнению, речь была ярко национал-социалистской. Кстати, в условиях того времени он не смог долго продержаться на этой должности. Пост ректора он оставил до истечения срока. Однажды я случайно оказался в кабинете главного руководителя по вопросам образования французской оккупационной зоны и слышал, как тот говорил с одним из своих офицеров, об уже решенном отстроении Хайдегера. Из соображения профессиональной солидарности я использовал эту возможность и рассказал о том, что слышал от Хайдегера при его посещении, то есть о его критическом отношении к национал-социализму. Однако французы считали, что его раскаяние несколько запоздало. Возможно, они не поступили бы так строго, если о ректорском выступлении Хайдегера не знали бы в Париже. Радикальные круги во Франции были резко настроены против него и его философии. Будь у них достаточно влияния, они с радостью поступили бы с Хайдегером так же, как со своими коллаборационистами, поэтому все обстоятельства заставили оккупационные власти занять жесткую позицию по отношению к нему. Через какое-то время после неудачного заступничества мне пришлось косвенно испытать некоторые неприятности. Когда я на эту тему заговорил с некоторыми преподавателями Фрайбургского университета, в частности с профессором Ойкиным, экономистом, сыном известного философа, то понял, что Ойкин, да и другие преподаватели, очень недовольны отстранением Хайдегера. Я тоже выразил свое сожаление и неосторожно проронил. Однажды я уже сказал французам, еще в 44-м году в разговоре со мной Хайдегер высказался как противник национал-социализма. Тут Ойкин, будучи страстным ненавистником французов, да и вообще иностранцев, засверкал глазами и головой, указывая в мою сторону, обратился к остальным, восклицая лишь «Слышите? Слышите?» Думаю, он посчитал меня осведомителем французов. Вполне вероятно, что свое мнение он распространял и дальше. Таким образом, мое положение становилось неприятным и заставило думать о том, чтобы оставить Фрайбург. Вот так Хайдегер, хоть и незначительно, но все же повлиял на мою судьбу. Его влияние могло бы оказаться еще большим, если бы я принял за чистую монету то, что однажды, пригласив к себе, сообщил мне декан факультета. Он сказал, что Хайдегер, который официально при факультете уже не числился, в философии, все же оставаясь первым нравственным авторитетом, высказался в том смысле, что я мог бы целиком заняться философией. До этого я сидел как бы между двух стульев. Я преподавал греческий, латынь, кроме того, у меня были случайные курсы по философии. Поскольку я Хайдегера об этом не просил и предполагал, что за всем этим кроется интрига, о чем сам Хайдегер, скорее всего, ничего не знал, то я ответил, что подумаю. И на этом все кончилось. После победы союзников личность Хайдегера стала предметом оживленных дискуссий. Многие, осуждая его за то, что он какое-то время был близок к национал-социализму, переносили свое осуждение и на его философию. Многие также пытались толковать его философию как инспирированную духом национал-социализма или же как ведущую к нему. В связи с этим в одном из французских ежемесячников выступил профессор Лувенского университета Девиленс. Он убедительно показал, что экзистенциализм Хайдегера совершенно противоположен национал-социализму как в плане отхода от конкретного существования и поиска чистого бытия, так и в плане презрения к массам с их болтовней, а также неприязнью к разного рода шаблонным высказываниям и лозунгам. Тем не менее, чистоту личности Хайдегера Девиленс ставит под сомнение. Второй вопрос, вызывающий дискуссии, это вопрос о том, является ли Хайдегер атеистом. До 1950 года и даже позже его философию считали атеистическим экзистенциализмом. К сожалению, с этим опять не согласен сам Хайдегер. Во всяком случае, католики, вначале возлагавшие на Хайдегера большие надежды, ввиду того, что тот был воспитан в духе католицизма и карьеру начинал с занятий средневековой философии, позже стали относиться к нему довольно прохладно. До конца войны против приписываемого ему атеизма, насколько мне известно, не было возражений ни с его стороны, ни со стороны его единомышленников. Но уже после войны от близких Хайдегеру людей приходится слышать, что его философию атеистической считать нельзя. Тут встает вопрос о том, есть ли этому доказательства. Надо учесть, что весь его основной труд, «Зайн он сайт», «Бытие и время», 1927 года, в котором обсуждается трагичность человеческой судьбы, нигде и ни одним словом не говорит о том, что на этом свете или над ним отводилось бы место Богу. В этом случае обычно ссылаются на новое выступление к его вводной лекции, что есть метафизика, и послесловие к его письму о гуманизме на немецком языке в 1949 году. Кроме этого указывают на некоторые места в его последних работах. Еще говорят, что Хайдегер изменился, что он подошел к повороту, киэре. Тут имеется в виду то, что в течение нескольких лет после выхода в свет «Зайн он сайт», Хайдегер уже не рассматривает реальное существование, то есть здесь бытие, да, «Зайн» по отношению к присущему ему особенному бытию, а к бытию вообще. Но так как такого рода бытие недоступно ни мысли, ни слову, кроме того, оно является отрицанием всего данного в конкретном существовании, то оно может быть названо и небытием, ничто, словами Хайдегера «дас нихц». Вдобавок, к тому же, говорят о том, что слово «дас нихц» многих побудило назвать его философию нигилистической, что не совсем верно. Так как небытие «дас нихц» означает только то, что оно есть нечто иное, чем конкретное существование. Тут Хайдегер вводит платоновское определение «меон», в смысле относительно несуществующего, как иначе существующего. Некоторые его интерпретаторы считают, что такого рода несуществующее можно рассматривать и как Бога. Тут видна аналогия с результатом, к которому ведет негативный путь мистики. Однако совершенно другой вопрос – удовлетворит ли всех такое объяснение? Остается непонятным, почему Хайдегер, когда он писал свою вводную лекцию, сразу же не объяснил свое понимание небытия, как сходное с платоновским в диалоге софист. В таком случае все было бы ясно с самого начала. Создается впечатление, что ясность тут даже нежелательна. Хайдегер с удовольствием своим словам придает загадочность. Это некий шарм его философии. В свою очередь его ученики могут сказать, что философия мастера слишком глубока, чтобы ее можно было высказать просто. Его окружают поклонники, для которых он как мистагог. Они повторяют его слова и с сознанием превосходства взирают на простых смертных, не посвященных в их таинственную мудрость. Бытует даже мнение, что Хайдегер преднамеренно свой способ выражения делает как бы затемненным, чтобы те, кто не способен его понять, вообще не пытались к нему приблизиться. Многие места в его трудах следует читать как криптограммы. Даже такой знаток Хайдегера, как Дэвид Энс, в предисловии к своей книге говорит, что некоторые сложные места стали ему понятны только благодаря помощи одного из близких учеников Хайдегера, который знал подход к криптограммам. Несомненно, что в одном Хайдегер чрезвычайно современен, в его методе, близком современной лингвистической философии. Правда, Хайдегер своему методу находит другое применение. Результаты тоже другие. Последнее время он пытается приблизиться к сути вещей, и не только к ним, тем, что исследует слова. Предпосылкой тому служит мнение, что древний человек, порождая слова, был более близок к истине. Он высказывал сущность некоторых вещей уже их названиями. Примером тут служит греческое слово «истина» — «алитея», что в переводе значит «несокрытость», то есть сущее само по себе и ни в коем случае не соответствие мыслительного представления предмету, как этому учили в средние века, да и учат по сей день. Истину Хайдегер понимает как «бытие само по себе». Исходя из допущения о большей близости первобытных стадий культуры к истине, Хайдегер перечеркивает всю историю философии, начиная с Сократа. Он признает только досократиков, особенно Гераклита, которого уже в древности прозвали темным. Неудивительно, что и Хайдегеру свойственна темнота. Она даже импонирует ему. Конечно же, это связано с тем, что в противоположность своему учителю Гусарлю он не признает логическое в качестве надежного метода достижения истины. Он пытается найти ее вовсе не в учениях классических философов, а в любимых поэтах. Ему очень близок тяжелый, скрытый и тоже темный Геральдерлин. Поэт, рано погрузившийся в духовную тьму. Хайдегер часто комментирует его, написал о нем несколько очерков. Второй авторитет – поэт-философ Ницше, мыслитель близкой Хельдерлину судьбы. Хайдегер целиком погружен в высказывания оракула Ницше, используемые им в качестве исходных предпосылок для собственных высказываний, которые в еще большей мере оракульны. Но, разумеется, Хайдегер опирается не только на Хельдерлина и Ницше. Его философия, вопреки противостоянию, глубоко коренится и в истории философии с ее проблематикой, не говоря уже о прямой зависимости от датского философа Керкегора. В философии Хайдегера, как в любой философии, следует различать элементы в большей или меньшей мере универсальные и частные. Элементы частные кроются в индивидуальности его характера, в традиции немецкой школы. Его стремление быть оригинальным любой ценой, пусть даже порождая неясность, пренебрежение по отношению к прецедентам истории, стремление к культу в узком кругу, его академическое понимание сверхценности – все это в большей мере черты немецкие, то есть явление частное. Еще Хайдегеру свойственны как бы хрупкие, тем не менее проблематичные дистинкции и дедукции. По мнению многих, все им сказанное отличает чересчур тяжелый и искусственный язык, что сам Хайдегер оправдывает необходимостью освободиться от шаблонов предшествующей истории. Скоро все это станет, вероятно, лишь материалом истории философии и курьезом. Тем не менее, философия Хайдегера содержит в себе моменты универсальные. Иначе было бы трудно объяснить то внимание, которое он к себе вызывает. Универсально в нем то, что он снова обратил внимание на трагичность человеческой жизни, на неотвратимость падения в бездну, которая переживается как ничто, даже если поставить перед ним положительный знак. Тут встает вопрос о том, является ли такой взгляд на мир совершенно объективным и универсальным. Если это так, то заботу и страх, как того хочет Хайдегер, следует считать основными настроениями человека. Но было ли всегда так? В действительности мы видим, что настроение такого рода имеет место лишь в эпоху декаданса, распада культуры. Поскольку наша эпоха именно такова, то мнение Хайдегера в ней кажется универсальным. Перевод с латышского Эбалда Ландры Опубликовано в журнале Даугова в 1992 году номер 5 Продолжение следует...